и снова всех приветствую подписан на меня и сегодня у нас по планам проверить приемники опять два сто третьих ритекиса значит один из них я недавно доработал я про него снимал предыдущее видео и сейчас я на улице просканировал кого на них и посмотрим как они принимают так сейчас 1854 смотрим ну помещение немножко похуже будет но поскольку они уже там что-то наловили можно посмотреть кто что поймал из-за интересного меня получилось сделать шикарную подсветку очень красивую оранжевого цвета как я хотел раньше не получалось подобрать цвет я делал с помощью лака для ногтей вот это предыдущий вариант к сожалению он тут слепит камеру хотя по идее до сумменичная яркость тоже здесь я уменьшал подбирал даже резистор чтобы было комфортно и сейчас идеально она сумерках различима значит поймали они одинаковое количество станций с разницей в одну но как всегда парадокс том что они ловят разные станции сколько я не пытался ну мощные они ловит одинаково то есть стандартно но слабые через одну то есть есть которые один поймал 2 нет и наоборот вот я думаю что это особенности даже не знаю чего то есть это либо чип так определяет сигнал во время прохождения то есть же такие фитинги когда то есть то нет сигнал либо антенны по-разному настроена немножко там же есть а дроссель это ли там все идеально так согласовано вот на средних волнах я покажу может быть вечером я поменял феррит здесь потому что он все-таки похуже работал чем доработанный единственно что я использовал китайский просто перемотал в нормальную лицендра там секционно катушку сделал но хочется советский феррит найти выпилить из плоского стержня не знаю когда этим займусь так собственно не знаю сейчас снизу веры гоняю их и смотрю какие станции на каком попались вот сейчас одна и та же на 2 это дело следующий шаг тоже одна и та же как на улице она слышно было здесь к сожалению уже нет это тоже в помещение не ловится так вот здесь тоже уже идет разнобой здесь девять шестьдесят семь с половиной вот девять шестьдесят девять и пять девять семьдесят два то есть я не знаю как они там все это определяют из интересного эксперимент я провел если к ним подцепить сок проволоки ну хотя бы метр длиной я использовал антенну которая в комплекте со сто пятым шлари текисом или это и hdr нет хрд хендронг да 37 там такой синий провод с крокодилом на конце петля из проволоки закидываешь на дерево и когда они ловят одинаково то есть в принципе этот телескопчик маленький он все-таки не самый лучший вариант для того чтобы нормально полноценно воспроизводить все его скажем так потенции замороченно сказал в общем чтобы раскрыть весь потенциал его до нужно влиять антенна то же самое на fm то есть стоит только удлинить ее там да хотя бы до 70 сантиметров он начинает практически все питерские станции прилично ловить то есть здесь в штатном варианте он для мощных кавешек или для местных вещалок с этой антенкой даже можно не выдвигать если в городе но когда вы за город выбираете просто крокодильчик с проволокой и у вас он будет ловить очень хорошо так к сожалению тут у нас еще сейчас будет пересменка 1857 давайте я пока запущу сканирование что он помещение наловит и буду пока говорить значит про этот приемник уже кучу всего рассказано и показано из интересного то что я хочу сказать на есть формата такого приемники в принципе небольшие где fm м но в наших широтах на средних волнах днем ничего нет вообще ничего то есть максимум там пробивается может быть у кого-то вести fm или у нас там одна есть станция религиозная в городе ловится за городом уже еле-еле там на 1053 но на коротких всегда практически в любом регионе что-нибудь есть то есть так устроено вещание на кого что они вещают в соответствии с временем суток соответственно можно утром днем на высоких бендах там ближе к 21 там 17 19 21 вечером соответственно на нижних есть какие-то которые так и так вроде там 7 9 мегагерц вот я считаю что это шикарный вариант для того чтобы не остаться без информации или хотя бы просто что-то слушать брать с собой это при таком форм-факторе принят на самом деле кайфу это которые подсветки вот я прямо очень доволен в этот раз получилось то что надо мне там разные советы люди пишут иногда бредовые иногда хорошие я просто хочу сказать что если вы очень умный человек и знаете как сделать хорошо сделайте пожалуйста хорошо снимите про это видео и выложите его и тогда можно будет конструктивно говорить потому что часто очень советую сверху вниз пишут не очень приятные вещи а там даже пару человек забанил потому что уже устал на глупые советы отвечать потому что если чек и нет базовых пониманий как все работает в основном это школа то какая-то они иногда просто чуть ли не ртутные антенны предлагают вот так условно вот и поэтому я всегда рад когда есть конструктив и люди пишут про свой опыт для меня это ценно и я за то чтобы вы могли каждый своим путем решать вопросы если есть понимание как все работает где и как и зачем главное экранировать то у вас будет уже какой-то интересный вариант как сделать самостоятельно то есть там есть варианты экранировать только дисплей можно под него там по идее подложку сделать и рамку заземлить на рамку очень просто заземлить она проходит сквозь плату там достаточно просто подпаять к лепестку контакт и заземлить его на это мне кажется недостаточно первый момент второй если мы заземляем весь корпус ну кроме конечно вместо где аферит то когда берем его в руки у нас через земкосную связь тело работает как противовес значительно улучшается прием я много раз проверял то есть приемник поставить и держать в руках разница процентов 30-40 бывает количество станций значит у нас один закончил чуть раньше сканирования и посмотрим тот что поймал старенький вариант у нас 19 танцев помещения на улице было почти 50 так а второй 31 ведь как причем не всегда так вот и по уранжевый сейчас поймал больше чем зеленый но это ни о чем не говорит периодически они меняются ролями я не знаю до сих пор почему так и в принципе не важно поэтому если вы сканируете эфир с помощью такого приемника надо понимать что когда вы прогнали все и потом бегайте по частотам вы можете больше половины не услышать они будут между сохраненными поэтому желательно знать что именно хотите услышать и перемещаться по частоте вручную сейчас покажу пример вот например здесь 942 следующий у нас 953 а тут допустим 955 и 5 мне нужно сюда переместиться на низко шагов я нажимаю кнопочку правую и у меня переходит в режим ручного поиска и вот я поймал одну и ту же частоту на них но ничего здесь нет уже сейчас кстати будет или сейчас нет уже по идее новый сейчас начался они все это о кайф вот это я хотел вам сегодня показать на смотрите разные частоты 973 и девять и шесть с половиной одна и та же станция на двух частотах вещает и поскольку я пишу на смартфон у которого стерео вход в микрофон а я покажу вам как можно развлекаться у себя с два одинаковых приемника так я громко проверю сейчас громко одинаковое то что я подношу их ближе к телефону двух сторон если вы в наушниках послушайте вы услышите то что я слышу ушами когда ставлю их слева и справа от головы очень интересный эффект фаза сигнала немножечко смещается из-за этого панорама плавает и получается такой вполне себе стерео я даже думал сделать оголовье к ним что ли приделать или вообще с каким-то старые наушники типа советских там с большими корпусами разобрать внутрь влезет потрохов а не себе вот этих приемников основной объем это аккумулятор и динамик занимает пластический бокс а если их не используют инвестиционный момент он часто зависит от того по какому случаю женщина или девушка напевает чипал это я вам показал дальше чуть попрыгаем по частотам там мне очень нравится как видим дисплей с оранжевой подсветкой он и днем как днем сумерка хорошо днем ночи глаза не слепит вот это надо будет наверно мне еще доработать это типа зеленый я его делал с зеленоватым пытался сделать оттенком но пока на камеру вообще не виден из-за того что яркий новый который был просто тупо заливался светом если вы помните так я про них что хотел сказал показал и раз уж видео я снимаю просто последнее время не очень у меня есть время на это и даже желание есть чем заняться летом другие вот я же совсем не показал вам подарок подписчика почему я не показал я его послушал конечно же не немножечко не то что разочаровал но как-то мне показалось что он не вполне вытягивает то на что он потенциально способен вот сейчас я его включу и попробуем его погонять значит еще хотел спросить у кого есть этот приемник насколько я в курсе у него должна по идее антенна выдвигаться вот это колено как на соньках на некоторых то есть кроме того что она вращается вот эта секция длинная там она должна вытаскиваться еще примерно на сантиметр-полтора чтобы положение лежа на столе например да он мог спокойно антенну поднимать у я пошевелил большую силе боюсь прикладывать меня не получилось но вот проверьте у себя я читал на форуму об этом и люди иногда с удивлением обнаруживать через несколько лет эксплуатации что оказывается такая штука есть но но там пишут что очень туго вынимается то есть я сам боюсь силу прикладывать что мне нечем бы заменить эту антенну поэтому пожалуйста кто знает проверьте значит на средних сейчас скорее всего ничего хотя можно попробовать так давайте я включу для красоты постоянную подсветку эту до из минусов подсветка шикарная стрелку и нифига не видно то есть на сонике на моей сейчас покажу заодно раз все это они не покажут они в другой комнате не хочу занятия короче из-за того что подсвечен только как бы сказать экран шкала стрелка не светится никак она не не видно только если перекрывает цифры неудобно если сделать как у меня подсветку сверху над я даже думал можно доработать его чтобы мерцала сама стрелочка индикатор тогда будет вообще шикарная пока в это не лес не знаю когда мне будет время еще из минусов у него там барахлит переключатель тембра надо будет мне просто залезть почистить его вам от времени уже то есть иногда пропадает звук чуть-чуть вот и странного для меня это способ включения вот таким вот движковым переключателем мне кажется немножко не то что не логично но как бы очень непривычно мне проще было бы либо как на соньки с w07 или просто подключался громкостью с шелчком как на советских мне кажется это было бы оптимально еще нюанс индикация у него странноватая в каком плане достаточно ярко всегда светит индикатор питания индикатор точной настройки очень бледный и срабатывает слабенько и из-за этого как бы я все время ориентируясь на то что мне не очень интересно то есть мне неважно видеть что он включен реже вот так рукаве держу это еще средний пытаюсь прогнать черноват она просто так до кучи вот и мне бы хотелось либо поменять их местами либо попробовать другой яркости поставить стадиот и визуально намного красный комфортнее для подтверждения что вы на чистоте то есть лучше зеленый для питания или желткой поняток разная была у нас для индикации точной настройки то я на перспективу еще ручка которая но верниерное устройство я кручу и немножко нелогично работает верниер то есть я кручу ручку вниз стрелка вверх идет и наоборот достаточно просто фиксится насколько я там видел как внутри устроен там просто можно крест-накрест пустить этого нить в одном из мест где шкив и будет все работать как более логично у меня то особо не парит пока так собственно ничего сейчас нет еще как и должно быть нигде могу единственно что до кучи сейчас попробовать внешние антенны как я еще рановато найду секунду но у меня застряла так пришлось немножко тут диван двигать вот эта петелька по идее вот сейчас такой уровень по входу наводится на магнитную антенну что у меня на сонике например индикатор сразу горит здесь ничего такого нет она немного он он точнее слабее ловит вот ведь что-то он такой там вот это 1053 видеть насколько бледнее горит этот индикатор хотя даже его телефон ярче делает чем я вижу и при небольшом угле его видимость очень сильно страдает надо будет мне подумать на эту тему а вот еще 684 заработала сейчас он в теории ловится слабенько даже без внешней антенны но настолько слабо что мне будет это не показать может быть контрадио маяк там еще будет приводной это не факт так ну собственно что я предполагал пока на средних показать мне ничего не похвастаться я выдвигаю его телескоп в помещении это конечно будет такое себе но хоть что-нибудь и мы пойдем снизу вверх по обещательным диапазоном попробуем хоть что-нибудь поймать на него то есть по шуму эфира который я слышу у меня ощущение что у него какой-то завал по чувствительности на кого слабовато он работает не знаю я просто мне не с чем сравнить плане других экземпляров меня не было я могу только санька сравнивать соника в этом плане намного бодрее себя ведет вот возможно надо под настроить там контура или еще что-то но я не хочу в это лезть без специального оборудования на слух это будет сделать сложновато и риск испортить есть все это не знаю видно ли вам на ваших мониторах где стрелочка находится если я выключусь подсветку вот то она лучше видно и кстати из вы кайфово очень для меня что можно включать по таймеру вот я нажала на через секунд пять погаснет это очень ценно потому что не нужно постоянно ее держать включена сажать батарейку выше пойдем все-таки включу потому что тут я вижу отражение себя мне хочется пускала было так еще мысль какая меня посетила и не отпускает если сделали по таймеру подсветку почему бы не сделать таймер подключения понятно что это аналоговый приемник но все равно это прям вот одна из самых ценных функций тот же ритекис 103 который включается тоже ползунком сбоку я вот хочу влечь спать и чуть поставить инстанцию и под него заснуть он вырубился но на таких приемниках этого нет поэтому я отдаю приоритет по возможности на цифровым приемником на которых есть таймер отключения и там почти всегда есть часы и будильник это как правило все одно с другим согласуется потому что дополнительный режим который на многих отсутствует как это кстати радиолюбители у нас не буду я сейчас делать эксперимент душу от дополнительным с другого приемника это уже делали много раз не очень будет интересным примере мне уже надоело вы можете попробовать еще скорее ознакомительное такое видео по его функционалу и приемным свойствам так чуть-чуть барахлят еще этот переключатель этот мощный сигнал сразу срабатывает индикатор вот на этом бэндик он как бы прямо отлично ловит может быть просто сейчас активность здесь больше еще кстати удобно сделано что подсвечивается на какой из каком из бэндов сейчас идет прием снизу но приходится смотреть какой здесь из моих чему соответствуем тут не совсем удобно то есть на саньке намного логичнее мы видим сразу индикатор прямо на той части шкалы где у нас все еще кстати у меня мысль такая была теоретически это можно сделать например есть модели где электронные переключения и там светодиод на каждой из бэндов загорается и можно по идее как-то сделать подумать чтобы у нас светодиоды были с линзованные и они подсвечивали конкретный участок шкалы который данный момент работает либо если пускала прозрачная как здесь можно сделать изолированные такие секции изолированные для света чтобы соседние не светились тогда у нас каждый раз будет подсвечен тот диапазон в котором данный момент прием ведется ручка громкости здесь ползунковая как на sony вот 7601 мне она кажется менее удобной чем колесико по крайней мере в таком положении вот на этом нейшн у которой у меня rsb50 она сделана здесь эта штучка для влюбки это логично и удобно то есть мне вот сюда руку совать и дозировать усилия с этой стороны не не очень комфортно это все я так субъективно описывают не говорит о том что приемник плохой это его особенности которые просто нужно знать тут есть переключатель тембра переключатель dx local вы смотрите это сейчас dx вот мощная станция если local поставить это не было не гаснет рано некоторых прям заметный будет эффект почти незаметно кстати уровень шума немножко увеличивается но нет яркой такой прям прибавки и можно менять чуть-чуть тембр высокие низкие но как-то это работает странновато не совсем так как других приемников плане не очень эффект заметно от этого все динамик здесь выдает неплохие басы потому что большие по диаметру и увидим бумажные поэтому слушать довольно приятно сейчас эти время вот сейчас идет у нас 8 час одно из лучших для приема кавы и примерно часов до 10 будет самое большое количество станции что уже сумерки начинаются представьте что через пару лет вообще будет один китай и немножко арабов с такими темпами мне очень не хватает на кого я хотя бы когда одной чисто российской станции то есть был этот бухта свободных волн пиратское вещание прям шикарно было приятно слушать их начата они подзавяли вот а есть китайские программы на русском языке но от этого и не становятся российскими они все равно лоббируют как бы интерес китай и про китайскую культуру скажут вот и еще сразу сейчас опять же мысли вслух если бы шарманщики кроме обсуждения своих шарманок усилители антенн и садово-огородных дел могли бы рассказывать какие-то интересные новости из своих регионов было бы наверно прикольно странноватый эффект хрипит почему-то станция как будто прохождение такое с наложением или просто сигнал идет кто-то по моему от сотовой вышки соседний год на водку и на меня видео мне кажется больше такое разговорное как ток-шоу я просто приемник в кадре держу чтобы была картинка интересную безусловно в этом приемнике есть какая-то магия одна подсветка чувствует то что он аналоговый и имеет диапазонные фильтры на каждую из бэндов это прямо радость для души радиолюбителю то есть вот станция он ловит но большинство слабых не вызывает срабатывание индикатора как будто чуть не хватает ему чуеки во входе так я уже за руку и стороны окрутил практически только на китай срабатывает индикатор с их там 100 киловаттными станциями большинство даже те которые уверенно захватываются почему-то не зажигают его может так настроен индикатор но мне ощущение что немножко не хватает чувствительность и как будто немножко с искажением и звук еще портунал арматы и стал бугар и араиза прямо на перформансе им я еще раз напомню попрошу тех кто владеет или кто его разбирал и что-то с ним делал поделитесь опытом может быть каких-то апгрейдов настроек если смысл в него лезть и пробовать не он сам по себе ценим как-то подарок такой очень приятный подарок такой прямо от душе вот Продолжение следует... И еще немножко выше. Осталось у нас три диапазона. И вот смотрите, когда настраиваюсь на станцию, странноватый какой-то эффект. То есть станция, когда я к ней приближаюсь, слышны искажения звуковые. Типа ступенька, вот такое подхрипывание. По идее, такого быть не должно на аналоговом приеме. Кстати, громко сейчас на максимум. Батарейки там свежие стоят, то есть это не из-за того, что просажено питание точно. Значит, помигали уже свеодиоды эти все. Продолжение следует... Вот, и еще вопрос, кто знает, стоит ли там пьезик без керамических фильтров. И какой? Может быть, имеет смысл его заменить? Поставить от Сони, если они разные. Так, ну и на последнем у нас 121, скорее всего, в это время уже ничего нет. Я так думаю. Да, и еще, кстати, у него на FM уровень громкости как будто на порядок прям больше, чем на AM. Тоже не знаю, нормально ли это. Попробуем, может, что-нибудь в квартире, точнее, в доме примет, но я сомневаюсь. Слабенько, но что-то берет еле-еле. Здесь еще такое место, где конкретно он сейчас находится, не очень подходящее. На улице получше. Соместная станция. Ну, как-то так. То есть, еще ощущение, что не хватает ему запаса немножко по громкости в некоторых станциях. И РУ у него достаточно такая, так сказать, спокойная. То есть, разница в громкости станций слабых и сильных достаточно выраженная, как на советских приемниках. То есть, прям приходится с ручкой громкости активно пользоваться. Вот, сейчас еще раз по среднему пройдусь. Попробую. Будет ли что-то слышать? Да, ну вот, 684 слышно. Тихонечко, но можно услышать. И по идее, еле-еле там 1053. Громкость добавила, но... Слабенько совсем. Вот, как-то так. То есть, возможно, это конкретно этот экземпляр уже старенький, уставший, и так себя ведет. Но съемник сам по себе хороший, с большим потенциалом. Вопрос, кто владеет, или у кого новый, можете сравнить, пожалуйста, так субъективно. Насколько отличается мой экземпляр от ваших. Пока все. Спасибо за внимание. И прошу прощения, может быть, что все в кучу у меня и эти малыши и 9700. Кстати, вот по габаритам, да, разница. Просто не буду я отдельное видео снимать и монтировать. Нет у меня на это сейчас времени и ресурсов. Пока все. Спасибо, кто меня смотрит. Искренне рад позитивным и конструктивным комментариям. Если что-то непонятно или есть вопросы какие-то, пишите. Но я отвечаю только на то, что реально знаю. Я не буду делать вид, что я суперумный и все во всем шарю. У меня достаточно ограниченные знания. Какой-то опыт есть. В общем, если это будет в моих компетенциях, то я обязательно отвечу. Все, я выключаю. До свидания, ребята. До новых встреч в эфире.